итак огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим вот начну наверное с поздравлений поздравляю всех с рождеством кто празднует этот праздник для кого это важно кто-то празднует потому что это религиозные люди это религиозный праздник но для кого-то это как второй новый год сказка время чудес правда там и неважно почему вы празднуете если вы празднуете я вас с этим поздравляем вот что дальше я решила что уже хватит как бы отдыхать не скажу что я все эти не применилась и составила значит план план делал на январь вот так вот буду делиться с вами может быть вы тоже вдохновитесь тоже захотите составить какой-то план у меня камера съезжает сейчас мы и и так ну что ну что давайте я буду делиться буду рассказывать я никогда особо так вот не планировала не занималась про планирование ему как-то в голове да в голове мы все что-то планируем а тут я решила знаете новый опыт начать расписывать свои планы и цели так ну первое вы уже знаете я делилась с вами тем что решила снимать на своем канале мог банки готовить еду и есть вместе с вами вот такой вот новый жанр это не значит что других видео не будет просто это значит что будут еще и такие мне вдруг стало это интересно и я решила этим заняться потому что как бы почему бы нет почему бы нет сначала я об этом жанре вообще не знала долгое время потом когда узнала и поняла что далеко не все блогеры работающие в это в этом жанре меня привлекают а потом как-то мне стало интересно самой это делать почему в принципе в приготовлении поедание еды нет нет ничего плохого и да это как наша вторая мать дам в мама дала нам жизнь однажды еда дает нам поддерживает у нас эту жизнь каждый день конечно есть люди которые веруют в то что можно питаться там энергией солнце но я думаю что все те кто когда-либо пострадала от голода как бы с этими людьми про наедами не согласятся что все таки и да это очень важно для жизни почему еще потому что я стала время от времени замечать что это какая-то знаете рутина 365 дней в году там три-четыре раза в день ты думаешь о том чтобы пожрать не потому что ты обжора потому что организм требует и из такого в принципе приятного процесса приносящего удовольствие это становится какой-то рутинный теряешь к этому интерес встаешь с утра голодный думаешь снова надо думать о еде снова надо что-то купить что-то приготовить что-то съесть да если хочешь пожить подольше нужно видимо еще что-то здоровое приготовить и съесть ну короче вот так и наверное вот в этом жанре я для себя немножко нашла вдохновение чтобы готовить есть интерес вот что у меня дальше по плану разобрать вещи разобрать свой гардероб я хочу наверное чтобы вам тоже было интересно я сделаю это с вами потому что некоторые хотели посмотреть нет там каких-то супер новинок вот поскольку перед новым годом мне мой бывший муж привез часть вещей которые у него давно давно валялись я посмотрел что там можно еще оставить для жизни короче буду разбирать гардероб примерять миксовать что с чем можно носить может придут в голову какие-то новые идеи сейчас я не очень вдохновлена на покупку новых вещей потому что особо ничего не хочу наверное к следующему году я хотела бы сменить пуховик это точно на все сто процентов хотел бы сменить потому что мой уже затаскался и к сожалению стирку он не терпит и конечно попробую его постирать но уже когда закончится сезон когда он не будет не нужен потому что если я его постираю сейчас он может покрыться пятнами я уже мне из дома будет не в чем выйти вот вот так вот поэтому сейчас я не буду рисковать там перед тем как говорится выбросить его куда-нибудь отдать дать я все-таки попробую постирать вдруг он еще послужит ну в теплое время года постираю его вот и толстовку либо как это худи толстовка насчет типа этого свитшот вот я посмотрел что у меня нету у меня нет у меня один немножечко такой же старенький уже ему лет пять наверное как бы уже она можно поносить конечно но вот и 2 тоже заносился немножко и коротенький я что-то захотела длинный удлиненный так уж вы по попу прикрывал или наполовину хотя бы прикрывал так вот так изменились мои вкусы дальше у меня там финансовые опять это знаете только смотрю в свою тетрадку как-то комментарий было видео декабрьская кажется был декабрьское видео с листа читает я вообще была в шоке как будто знаете как будто я у кого-то ворую с листа как будто это не я писала как будто это чужая шпаргалка мне там сидит добрый тетя подсказывает ветка ворую с листа читаю боже мой бесстыжая какая короче что у людей в голове вообще не поймешь и так в плане финансов ну в плане финансов я хочу этот месяц провести максимально экономно больше заработать и поменьше потратить вот такой у меня план почему но мне показалось что январь принципе для экономии неплохой месяц но лично для меня потому что меня ни на какие праздники не звали там не будет каких-то расходов на подарки начало месяца я питалась там объект вниз с вот этого со стола как говорится с новогоднего и остатками продуктов оставался не сыр картофель то все я из этого готовила в принципе уже получается в первую неделю неплохо сэкономила просто элементарно на еде доедая то что я в конце декабря купила вот так что я думаю максимально быть экономный месяц и при этом хочу побольше побольше заработать денег кстати почему я не пошла никуда наниматься это наверное вопрос который беспокоит многих и многие время от времени не все еще пишут тебе скучно иди куда-то устройся на работу с людьми чтобы ты работала потому что тебе скучно потому что ты работаешь дома поймите меня если бы вы были наверное на на моем месте вы бы поступили так же как я уже говорила что одним способом я уже пробовала не получилось давайте пробовать другим способом это логично я думаю если ты уже что-то пробовал те не получилось давай по-другому как у меня было в прошлом году позапрошлом я работала значит и что потом пришло время уезжать как только пришло время уезжать я должна была уйти с работы до соответственно как только ты уходишь с работы у тебя прекращается денежный поток вот и все и я прилетела в другую страну с тем что у меня есть все мои накопления страна принципиально по уровню жизни отличается не в том плане в котором на приятно думаешь тип о высокий уровень жизни 2 высокие зарплаты высокие зарплаты если ты там зарабатываешь да все классно ты тянешь этот уровень жизни если сравнивать две страны то там в корее все дороже до зарплаты выше ну и еда какие-то элементарные блага и средства гигиены типа дезодоранты и прокладок все невероятно дорого для человека который привез свои деньги из россии свои какие-то копилочку свою привелся из россии кстати перепонят перед поездкой делала карту и не прогадала ну карты нашего самого любимого банка вы поняли какого она очень хорошо там работает никогда не было никаких проблем с оплатой чего-либо там с помощью этой карты вот так что если тоже соберетесь сбер карта хороший карт работ рабочий вот и что получилось то есть все в этот раз если я делаю также да ну все-таки в идеале у меня цель возвращаться возвращаться к мужу сейчас вот эта вся хренатень закончится надеюсь не дадут визу и тогда я уеду что если я сейчас бы приехала да у меня еще дилемма это стояла в октябре месяце когда я сюда прилетела что мне делать до рискнуть и искать работу которая будет завязана только на интернете и мне не нужно будет никуда ходить и куда бы я не поехал куда бы я не полетела она будет с моей сумки это работа в ноутбук там телефон камера доступ к интернету и сумка работа будет моей сумке либо я иду опять куда-то наниматься потом приходит время улетать я снова бросаю работу и вот с тем что накопила улетаю там снова впадаю в материальную зависимость от мужа которая мне ну как бы не очень нравилось я не против конечно если мужчина содержит это хорошо но все-таки хочется иметь что-то свое а проблема была в том что как я уже сказала уровень жизни уровень цен все это очень разное и там мои деньги наши деньги они там просто обесцениваются да мне даже кстати девочки как-то писали ну что ты жалуешься а чё ты ехала чё ты думала дачу ты мы же не из голой жопы типа не с пустым карманом едем не с пустым карманом как бы если вы примерно понимаете разницу в уровне жизни это же сколько вам надо бабла неужели вы такая богатая да если мы говорим о заработке там не очень успею не очень высокооплачиваемого работника то это порядка двух тысяч долларов в месяц если мы говорим о ком-то подрабатывающем студенте он может зарабатывать который живет с родителем которым не надо решать вопрос жилищный да ему тысячи долларов хватит ну так вот если ты едешь как туда типа тебе жилье не надо ты будешь жить с мужиком тебе для комфорта наверное нужны бабки из расчета 1000 долларов в месяц это же где на просторах нашей родины можно так охотительно зарабатывать чтобы такой богатой поехать туда сидеть не работать и только тратить 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 ни в чем себе не отказывая кстати меня спрашивали ты купила какую-то косметику похвастаюсь куда одежду боже мой но на минималках держалась мужа как бы не разводила особо там на какие-то дорогие покупки она свои ну реально это с нашими деньгами туда ехать это очень все дорого вот поэтому я решила по-другому что я буду развивать свою работу в интернете чтобы приехав туда не чувствовать себя бедной родственницы не знаю что вы об этом думаете как вы думаете я молодец я логично мыслю или нет вот что меня еще если весной хочу к стоматологу сходить хочу сходить к стоматологу и буду отдельно стоматолога откладывать больших проблем нет по мелочам все она так это раздражает найти найти эти мелочи чем старше тем больше каких-то специфических проблем с зубами у меня не именно специфические потому что у меня хорошая гигиена я хорошо чищу вот какие-то специфические проблемы то там между зубами что-то начинает темнее причем не везде да где-то вот в каком-то месте рядом с теми зубами которые на типа не настоящие да то есть в соседстве зубы который уже сдох из и зуб который еще жив который уже не живой и живой между ними вот появляются какие-то потемнения так это сильно не видно но мы не видно если в зеркало рассматриваю и маль слабая я не знаю короче зубы это огорча огорчает меня хотя жаловаться на грех я редко хожу у меня проблем больших особо нет большие проблемы были в юности когда не было денег лечить и были запущенные случаи из-за которых я потеряла практически два зуба и они у меня как бы восстановлены вот потом уже когда я начала этим заниматься уже проблем не было и как бы все равно это всегда что-то типа не поднимает настроение поход к врачу короче вот такие вот у меня планы делитесь своими планами пишите как ваше настроение празднуете ли или уже в рабочем режиме всем спасибо за внимание не забывайте ставить лайки подписываться на канал и пока пока